У вас там две температуры. Вы какую-нибудь разницу обнаружили для этих двух температур? Ну, все эти эффекты, которые наблюдаются при 1000 градусах, они также наблюдаются при 1050 градусах. А вот, к сожалению, пузыри, вот их сложно обнаружить при 1000 градусах. В основном они вот явно наблюдаются при 1050. Ну, чего? Ну, меди, куска меди. 1083 градуса. Все-таки вы ничего не сказали, во-первых, про растворимость углерода в меди, и во-вторых, вот из вот этой даже картинки, о чем идет речь? Разве графен образуется в газовой фазе и осаждается потом? У вас написано, осаждение графена из газовой фазы. Графен в газовой фазе не образуется, насколько я понимаю. Углерод растворяется в меди и потом выпотевает в виде графена. Газофазное осаждение – это прямой перевод chemical vapor deposition. Ну, ничего больше. Не образуется графен в газовой фазе? Я не говорю, что он образуется. А у вас написано «газофазное осаждение графена». Наверное, здесь некорректно написано. Если вы захотите нагревать при этих температурах порошок меди, то она у вас сплавится? Порошок сплавится он? Я не вижу препятствий для того, чтобы вода сплавилась. Вы не могли бы слайд показать с бороздами? Такой? С бороздами. Можно предположить, что у вас существует квазиаморфный слой поверхностной меди, который потом остывает при окончании процесса осаждения графены. И в этом случае из-за термической усадки материала у вас происходит много структурирование слоя меди, с образованием нано-трещин, которые образуют такую структуру. Это интересный эффект. Я знаю, что это интересный эффект. Совершенно другое объяснение может быть. Есть этому другое объяснение, но в данном случае нет никаких термических напряжений. Потому что у вас есть свобода. Мы не в процессе, но когда вы охлаждаете образец, у вас все равно происходит термоусадка вот этого слоя. Это коэффициент термического расширения. У нас еще не удовольствие объемные усадки. И реакции, которые происходят при разложении углеводородов там, они должны вроде поверхность охлаждать. А вы утверждаете, что эта поверхность плавится. Как это согласуется? Дело в том, что потоки, которые, газовые потоки, они настолько маленькие, что тепло, которое они выносят, оно настолько очень мало по сравнению с тем теплом, которое приходится с детьми. А другие работы, почему вы не смотрите вот такие же эффекты, вплоть до интеркаляции водорода на других системах и на меди? Кстати, там образование графена не только, как вы говорите, а как раз через СССР доказывается. То есть это вот первый вопрос. Первый вопрос. Почему вы не сопоставляете свои результаты с другими результатами и с медной подложкой и силицин-С или СО2? Там прямо статья называется, или статьи, интеркаляция водорода между этими самыми, и роль водорода, и обратимость туда-сюда, так сказать, роста и образования графена из газовой фазы. Ну, это вот первый вопрос. Почему вы считаете, у вас только свои рассматриваете, не сопоставляете? Ведь у вас очень сложные эксперименты, и надо сопоставлять с другими результатами. Я очень интересные результаты. Я большую выборку литературы прочитал. Я не понимаю, о какой конкретной статье вы говорите. Значит, у меня завтра доклад 18. Я приглашаю, я буду и об этих работах говорить. И второй вопрос. У вас же, если уж вы говорите о плавлении, она же не всей поверхности, а локальные у вас же полосы, так или нет? Локальность процесса, вот то, что вы называете поверхностное плавление, по вашим же результатам? Или вы считаете, вы рисуете там весь жидкий слой? Ну, в общем, это нельзя так делать, и надо рассматривать границы, и трехмерная томография, там кластеризация границ-зерен, а уже про эти самые оборванные связи, там одна металлическая связь, там нет оборванных связей. К сожалению, я не наблюдал в этих экспериментах какой-то локализации эффекта плавления. Такие эффекты были... У вас прямо на... вот же, ну, у вас на баке задано. Я еще хочу поддержать. Вот действительно есть карандашная структура, которая говорит о плавлении поверхностного слоя. И нельзя это рассматривать без растворения углерода в поверхностном слое. Ну, в мире очень мало распоряется. Как раз, в мире много распоряется. Часть эффектов вообще не связана с появлением углерода на поверхностном слое. Там не было эффекта, просто на поверхности без углерода. Именно границах зерен надо рассматривать, он же об этом говорит. И кислорода, и растворение, они на поверхностном слое.